ну кажись закончился наш катаклизм тут уже снега нет почти сухо даже даже сухой асфальт какой тут цепличный купли в до огромнейший огромный огромный что где-то наверное даю резания дойдем в резание где-нибудь притулимся время час уже грибной супец никто не отменял тем более спит танки я вчера купила сейчас мы его со сметанкой как завалим и крышу сорвет от счастья но красота сухо кто рекламе главное сухо затяжной спуск сбылать скорость включи пониженную передачу 6 процент 600 метров кожу затяжной 600 метров это не затяжной 6 километров это уже что-то слева усть кота в справа катах ивановск вот в усть кота не доводилось бывать ни разу катах ивановск то же самое еще 21 километр надо не уехать пусть катав то вот он сразу начинается 1758 вот выпуска в этом году что-то здесь нашли под землей в горах в этих уральских так юри за не 24 километра вот наверно там вниз спустимся и там где-нибудь пришвар ту емси что тут такое просто стоят по парке что место отдыха не здесь не спустимся там дальше самой юри за не там километров точно на 6 наверно спускаться надо если не больше все замерзшие все замерзшие как кота красивое место тоже здесь еще одна авария впереди и там он окородили фишками магна магна в кувете прямой улетел маленькая фланг разбита вообще в план морды нет магна видно с горы шел что там кого куда понесло и только вы видели вот что наверно было видно что снег было скользко сейчас посыпано все только что дорожника обгоняли тоже обочину чистится все отсыпано а как тут было ночью неизвестно все спустились какой запах колодок стоит непередаваемый сюда юрюзанские идут будить надо становиться где-то тем более у нас платон пропел на нем денежка кончилась какой аромат сейчас надо где-то вон газпром впереди на газпроме здесь швартануться сейчас пополнят сейчас я тоже вышвартоваться залезь куда-нибудь потом можешь очень долго оттуда выползать но видите дорога вообще стала сухо-сухо красиво-красиво сейчас посмотрим получится у нас тут а нет это не газпром это какой-то опти принцип наверно один и тот же сейчас по кругу объедем и вот там вот там прижмемся вонзи мусорки с той стороны да все сеть партнерских газпром все нормально назад сдадим и будем тут обедать заодно нам пойти назад с горочки катится что не пойдет так а а о том чтоб назад наверх пошла вот ну вот примерно как-то так вот есть ничего тут трагичного нет щетки только от этих омывателей желтая пойдем обойдем посмотрим надо рожки почистить рожков вообще не видно все хорошо о фу какая гадость ваша зеленая рыба так сзади малость нас припорошила оп зер зергут в тапочках по сугробам только и ползать все идем обедать минус пять уже тепло совсем ну главное что снег закончился дай бог сильно не начался дальше сугробы какие здесь а пообедаем и двинемся дальше вот он дракон долго я до тебя добирался 50 км в час ездит пока все впереди идущие погнали ах ё-моё даже неинтересно на подъем пошла широкая раз кочегарить еще опять снежок пошел да ну и смотрю такие довольно-таки залепленные вот сейчас деловой пошел сказали что всю дорогу вроде бы такой если такой небольшой так с ним она чтобы посерьезнее урала-то осталось 30 километров 80 до Юризани и не до Юризани до Златоуста и там еще полтос 140 даже 140 наверное не будет все спорт срез расход конечно уже полез сейчас уже 33.2 с загрузки с загрузки мы прошли 1455 километров на сей момент маленьким раздули отрывают всех не обойдете все равно кого-нибудь да убрется таких подъемов хорошо тоннаж тонн 5 положил 90 она летет и всех только бжик 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 двадцатка тяжко что тут златоустье а здесь нас пропускают на том спасибо машинка сломалась вообще правильно да пропускать те кто в гору идет златоусть вот и до него до гребли чуть-чуть осталось на муральских гор опять кого-то правда уперлись совсем не едем не едем но очень медленно он с тем с красненьким тентом впереди ездит на горочке вообще садится по прямой это еще так бежит хорошо бежит с горочки бежит а на подъем и все отказывается подъем подъем кем ходил газельку там 1 а щек оказался сзади едет тоже времени особо нет давай кофе под тормознем попьем вопросов нет давай там и часто мясе что-нибудь придумаем заедем куда-нибудь в какой-нибудь кафешки остановимся ну вот поехал димка на чехпыхе стихорецко давай брат удачи шершавой дорожки посиделет кофейку попили в кафешке по-быстрому буквально 15 минут торопится ему до омска и мы будем заводиться нам не до омска но все равно ехать надо вот и буксуешь поехали одинка решил меня пропустить они свои дела делает давай диму дачки рад познакомиться был шершая вот так посередине стало все о хокке идут ямки ямки мы все равно как бы по идее вместе ты поедем потому что дорога то у нас одна а может быть по прямой меня и будет так а вы хотите сейчас пока не могу потому что идут машинке сейчас буксовать не начать чем маленький пройдет выезд конечно у них здесь давай 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 милая давай давай надо вытащить вот мяс в принципе все сейчас уже сейчас уже пойдет все вниз мясо до последний оплот уралский уральский 5 а сейчас спустимся чипаркулю и все по прямой по прямой по прямой все время на спуск на спуск 18 километров чипаркуль конечно долго по времени считается время уже 5 из 10 выехал сегодня во сколько выехал 9 наверное день на урал что сделаешь на то сейчас хорошо солнышко сухо еще сегодня еще сегодня потрудимся можно тоже все полностью сделали своя цикла будут автобанин через чипаркуль га себе дождите дым уже это уже не через чипаркуль чипаркуль у нас уже слева остается все ханатой заправки той стоянки там уже ник вонами вот там мы ехали вон левее светофорчик вот там стоянка гостиница и все по ходу лукойл то ладно а вот эти ребята по моему там уже загнуться никто туда ехать не будет мне ну может и будут он стоит там пару машин и стоянки ночевать то может кто-то и поесть мы получается вот уже объезд этого участка там такая весовая была при автобане такая новомодная такая знать и даже скорость сбрасывать не надо ни раз раз все все считали посчитали на калькулятор все умножили высчитали сколько тебе выписать туда-сюда здесь транспортный контроль же тоже наверно сняли уже ну когда еще строили я последний раз ехал здесь еще стройка шла великая сейчас уже ничего тут нету будку снесли бывшие весы закатали в асфальт осталось только две маленьких стояночки ну ладно зато удобно шмэк шмэк все всех пролетел проскочил просвистел ну вот горы мы покорили сейчас до объездной по объездной там что димка корешок впереди ехал горечит обезна я там вся горностая горит есть аккуратно она и так была всегда такая подгулявшая сейчас горит что-то вообще горностая горит стыбились сейчас приедем посмотрим троицкий тракт челябинская объездная вот эта часть еще от м5 сюда на не шло нормально сейчас у нас впереди ждут суровые челябинские горностай и сразу же я так думаю тут ничего не изменило самый радужный прием нам сейчас будет здесь вот на съезде с трактах вот с этого строицкого а троицк туда в обратную сторону парень тут до казахстана до рукой подачи бы такая ностальгия я не знайка даже казахстан попалу давал мату что так хочется съездить по местной кухне соскучится да и вообще просто тыщу лет казахские степени из так вот все сквозь видеть это правда уже повешали повесили знаки предупреждающие тут что-то поменялось еще тут наверно не поменялось участие массив алексей николаевич тормозим потому что съезд тут начинается цити и ям я влетел сюда на первый раз ехал на скорости 80 километров в час мосты в челябинск поедут а я в ту сторону кургана здесь то просто разбито горностая у нас дальше в грязи какие то вот ехал же нормально нет трещала чечку опять дата 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 что за фигня Наверное, еще тоже от ветра зависит. Вот сейчас по объездной же в этом направлении шел, и по ямкам, и все, и ничего не было. А Челябинск у нас вот там остался. Челябинск, Копейск. Мы их сейчас объезжаем. Вернее, уже почти объехали. Ну как почти, чуть-чуть километров 40 еще объездной. И уйдем потом на Курган. Вот после этого красно-белого, это шик, по-моему, да? Предупредили же, мостик здесь совсем такой, весь в горностаях. Сейчас посмотрим. А это, наверное, туда, да, вот у них тут стоянка, наверное, на разгрузку, да, погрузку. Не знаю, никаких знаков нету. В общем-то, ничего тут такого слишком страшного. Что-то это Димыч тут меня только... Или этот вот дальше, который... Что-то ничего я тут страшного не заметил. Дима, если ты мне тут паники понаделал, понапугал, и я тут... Раньше совсем, помню, она была убитая, потом же ее вроде подделали. А, вот, начинаются, да. Вот они пошли. Оп, оп. Горностая, горностая. О, еще. Следующий. Оп. Оп, оп. Хороший. Видите, сколько их здесь. Ох, какие они, солидные. Нет, Димыч, беру свои слова обратно, извиняюсь. Китайская колонна, Датрансовская, побежал. Да. Ну, так не было. Вспучились за зиму тут. Замерзли, повылазили с земли. Один за одним, только подпрыгивай. Похоже, вот этот на маленькой попал. Там обгон был запрещен, и он не доехал метров 200 до знака. Я надеюсь, меня не будет останавливаться, как доказательства. Слава Богу. А то раз было такое, тоже один, где-то в Татарстане обогнал. А потом... И меня тут же остановил, ну, как бы это... Может, ну, ни камеры не было, ни камеры не было, ни что... Я не помню камеру, но давно было. Ну, давай там пытать. Я говорю, ну, обгонял, а где, говорю, обгонял, я не везу. Так, вот, а что скрывать-то? Он меня обогнал, да, это было видно, и будет. Ну, примерно вот как этот, может, чуть дальше они стояли. Я говорю, а до знака или после знака, я не обратил внимание. Короче, выписали они там ему. Ну, а этот влип. Видели, он обогнал, и потом метров через 200, конец зоны всех ограничений. То есть, нельзя ему там было меня обгонять, к сожалению. Но, погорячился. А у них это место, я так понимаю, здесь ловистое. Здесь хорошо ловится. Я так думаю, они постоянно. Ну, что, суровая Челябинская объездная. Так, местами, да, надо аккуратно ехать. Можно хорошо подлететь на местных горностаях. Солнышко у нас уже в Сините. Сейчас объездной пройдем, у 14 километров осталось. Тормознемся. Туда-сюда. Обед, ужин. И обед уже был. Ужин. И еще немножко потом проедем. Хватит на сегодня. Стекла помоем. И помоем, протрем. Все сухо. Зеркала, стекла. Чтобы опять рожки, ничего не видать, все позабивало. Короче, к ночной езде подготовимся. Фары протрем. Батюшка блудзим маленько. И поедем, чтобы потом уже оп, остановился и сразу спать. Вот, 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 вот они. Вот они, горностай местные. Да, здесь сильно не разгонишься. Так, 70 еду. 80 пару раз. Так, в основном, вот, иду. Видите, на же это свалилось. 70-65. Быстрее здесь не поедешь. Так-то вроде ям как таковых нету. Но вот этой вот пугры можно хорошо подпрыгнуть. Я подпрыгнул. Все-таки одного проспал. Карточки тут уже с под ног собирал. Вылетали. И эти ботинки, куда упрыгали. Почти подседение пассажирское. Так, на сегодня нам еще надо пройти 200 километров. Пожалуйста, преследуйте по выделенному маршруту. Время без 20. 8. Ну, как раз аккуратно. Часам к 11 мы должны будем прийти. Это перед Курганом. 51-й. Ну, стоянка. Правда, я не уверен, что там будут уже места. В это время. Но. Если не будет, значит поедем дальше. На следующем повороте поверните направо. Там за Курганом есть стоянки. Ну, они такие. Там не интернета нет нифига. Ну, встать есть где. Так что, если здесь не получится, тогда уже пойдем за Курган. А пока Курганское шоссе. Или как там тут правильно называется. Покатили. Это будет сплошной поток. На встречу идти. Завтра рабочий день. Три дня выходных закончились. Народ в доме возвращается. Ориентировочно дверь стиверст пройти. По идее, наш рабочий день сейчас должен закончиться. 30 километров до Кургана. С правой стороны. Вот она, эта стоянка. Я, правда, ни разу здесь не ночевал. Обычно всегда ночевали на Сибирских воротах. А это дальше. Это еще километров 10-15, наверное. Но я подозреваю, что мы там не станем уже. В общем-то, еще не так поздно. 15 минут 11 только. Но команда поступила ехать сюда. Значит, едем сюда. Что у нас тут, кстати, с интернетом-то? С интернетом-то здесь, походу, у нас тут немножко не очень хорошо. Как тут заезд? Куда? Через заправку? Стоянка. Ну да, М51. Извините, машина. Интернет сосед снабий. Зато спать будем крепче. Готовьтесь к праву. Вот тут через 200 метров. 200 метров. Поверните направо. Ну я тут ни разу не ночевал. В общем-то, еще место на стоянке свободное. Сборщик Дани. Добрый. Подорожный. Все, вот остановился и качает. Вот сюда вот так, вон. На завтрак. А, на завтрак? Во! Талон на завтрак. Дорожная сеть. Ничего себе! Вот это сервис. Приятно. Мелочь, но приятно. Значит, сходим на завтрак. Вот к этим, да? Хорошо. Мелочь, но приятно. Почему нет? Что в этот завтрак ходит, не знаю. Вот завтра и узнаем. Бутерброды мы всегда успеем поесть. С рыбкой. С красной. На следующем повороте поверните направо. Вот пацаны стоят. Ну, прямо напротив выезда, да, станем, получается. Завтра по прямой пошел. Отлично. Все это на, друзья. Паркуемся и спать. Завтра будет новый день. На следующем повороте поверните направо. В общем-то, да, сегодня поработали-то неплохо. Если бы вот еще Урал не занял у нас много времени. Было бы вообще все красиво. По феншую. Вот так. Немножко Урал. Конечно, там мы потеряли время. Восьмое марта закончилось. Завтра наступит девятое. Спасибо за внимание. Всем спокойной ночи. Ну, и нам тоже не попал с первого раза. Давай ехать и буксуешь еще, господи. Не то, что не попал, просто подравняться надо. На следующем повороте направо. Субтитры подогнал «Симон»